Один из подъездов на улице Мечникова в Красноярске затопило кипятком. Жители рассказывают, горячая вода бежала отовсюду. Напора не выдержали и натяжные потолки. Они порвались и затопили квартиры сразу на нескольких этажах. На месте коммунального ЧП побывала моя коллега Левтина Сасова. Воды было, я вам скажу, под дверям, ну примерно вот так, в самый разгар. Двери все разбухли, полопались. Двери, матрасы и ковры. Эти и другие предметы, мебели скоро окажутся на свалке. Из светильников продолжает капать вода, а в самой квартире до сих пор сыро. Все это последствия потопа, который случился здесь два дня назад. Артем узнал о нем от соседей снизу, когда вода из его квартиры потекла к ним. Тут пар стоял на всю квартиру, сначала ничего видно не было. Дверь открыл, открыл окно, пар рассеялся, увидел, что здесь потолок висит до пола. Вода льется из фонарей, со всех фонарей. В спальне потолок не выдержал, порвался, полилась вода на кровати, это все кипяток. Всего год назад мужчина отдал миллион рублей за ремонт квартиры. Теперь же вынужден выбрасывать обновки и арендовать дорогостоящую технику для просушки помещений. Вот они уже третьи сутки стоят, не выключаются, работают круглосуточно. Сколько стоит аппарат? Тысяча рублей в сутки один, я взял два. И за каждый замок надо было оставить по 10 тысяч. Затопленной в подъезде оказалось как минимум половина квартир. Татьяна Ивановна вместе с другими жильцами ведрами собирали воду. И в подъезде, и у себя на пороге. А здесь прямо ручьем лилось в этот подъезд. Сильнее было. Соседи бегали туда-сюда, заливало хорошо нас. Как мы видим, вода дошла аж до первого этажа. Вот здесь на стене остались последствия потопа. И, по всей видимости, здесь вода лилась прямо с проводки. В замене в квартире Артема нуждаются всем, начиная от потолков и заканчивая напольным покрытием. Однако платить за это из своего кармана мужчина не намерен. По его мнению, потоп – результат ошибки управляющей компании «Красноярская». Как рассказывает мужчина, рабочие забыли закрыть на чердаке краны перед промывкой труб. Артем уже отдал 20 тысяч рублей за независимую экспертизу. Результатов пока нет. Не получается у мужчины и дозвониться до директора управляющей компании. Не готовы отвечать на вопросы, но уже журналистов там и сегодня. Не готов комментировать месячников 40. Да. Но я сейчас для себя запишу, разберусь. Пока нет. Но мы не в курсе, да, еще? Нет, я не в курсе. По закону, пострадавшие от потопа жители могут обратиться в управляющую компанию. После чего ее представители в течение 12 часов должны составить акт о затоплении. Если окажется, что компания виновна в потопе, она обязана возместить пострадавшим убытки. В том случае, если управляющая организация добровольно откажется компенсировать понесенную ущерб, если она является виновником, в этом случае необходимо провести экспертизу. В рамках экспертизы установить факт происшествия, опять же. Необходимо установить и объем причиненного ущерба. После этого решать вопрос в судебном порядке. Алифтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал.